всем привет с вами балканский бомж и сегодня у нас 11 марта пятница я вещаю с очереди на пограничном переходе сан и сидора пробки не уменьшились люди все так же стоят стоят и стоят пойдем подойдем поближе к пешеходной очереди посмотрим стоят ли там люди а Субтитры сделал DimaTorzok Как вы могли видеть на моем видео, на погранпереходе, прямо около пешеходного пункта пропуска, сидят семьи, явно прибывшие с постсоветского пространства, ну по лицам это очевидно заметно. Нам сначала сказали, что это сидят украинцы, но позже выяснилось, что там также есть и россияне среди них. Как бы ну это легко объяснимо. Сейчас российские карточки не работают в Мексике, за отели платить нечем. Вот они под шумок и тоже решили присоединиться и просочиться в Штаты не на машинах и даря мексиканским полицейским машины на каждой неудачной попытке, как это вы часто делаете и платя им взятки. А вот прямо так на переходе. Что ж пожелаем им удачи. Ну точно так же там есть и украинцы, которым не хочется ехать в Британию, Швейцарию или Норвегию, но хочется в Штаты. Пожелаем им тоже удачи. Вот тем, кто сейчас здесь, ну возможно под шумок вам получится тоже пролезть. А вот с другой стороны есть у этой ситуации и негативные стороны. Вероятно в связи с этим сейчас станут пускать в Мексику значительно хуже. Украинцам вряд ли конечно все-таки политическая обстановка не та. А вот россиян скорее всего могут вообще перестать пускать. Об этом кстати уже пишут в местных газетах, пишут в местной газете Эль Соль Дальтихуана. А сегодня уже вышел репортаж. Пока репортажи короткие, но это становится общеизвестным фактом. То, что российские и украинские семьи сидят на погранпереходе. Сидят они уже не первый день. Прилетают в основном через Канкун, через Мехико. Ну это вы все знаете. Так что если вы россиянин, украинец и вы находитесь в Тихуане, как бы вот, если вы еще об этом не знаете пути, вот вы можете подойти к людям, поинтересоваться, что же они там делают. Может быть вы захотите к ним присоединиться. Рекламировать сей способ я не берусь, но мне кажется, что он будет достаточно действенным в нынешних условиях. Я благодарю всех за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Удачи в эмиграции, удачи во всех остальных делах. Нет войне. Всем пока.